В преддверии Международного дня жертв памяти Холокоста, а также 70-летия освобождения Освенцима, 22 января в Москве в Библейском центре христиан веры и евангельское слово жизни прошел вечер памяти жертв Холокоста. Мероприятие носит межконфессиональный и историческо-культурный характер и нацелено на укрепление межнационального мира и развитие иудео-христианского диалога. Гостями вечера стали представители РосХВЕ и других христианских объединений Церкви России, представители администрации Москвы и посольства Израиля. То, что эти мероприятия проводят люди и организации религиозной независимости от своей вероисповедальной принадлежности, национальной принадлежности, очень важно, потому что только единым фронтом мы можем противостоять тому, к сожалению, возрождающемуся фашизму, который мы видим сейчас и в Европе, и, к сожалению, не только в Европе, но и на территории бывшего Советского Союза. Поэтому вот такие мероприятия, они, наверное, самое главное в том патриотическом воспитании нашей молодежи, чтобы привить им иммунитет от национализма, от фашизма. Государство Израиля глубоко ценит сложившиеся хорошие отношения с протестантами и чувствует большую поддержку. Особенно сейчас, когда Израиль часто несправедливо критикуют в связи с тяжелой ситуацией на Ближнем Востоке и терактами в Европе. Нам приятно осознавать, что в России у нас есть друзья. Основным событием вечера стала молитва благословения России и Израиля, которую провели молитвенные лидеры протестантских церквей Москвы. Это была молитва покаяния в антисемитизме и призыв прекратить ненависть к еврейскому народу. Мы чувствуем свое призвание, мы чувствуем любовь к израильскому народу, мы чувствуем некую духовную связь с этим народом. Специальным гостем мероприятия стал известный израильский режиссер Борис Мафцер, который представил участникам фрагмента своего фильма «Дорога в Любавичи». Мы хотели бы, чтобы больше евреев узнали о том, как мы относимся сегодня к еврейскому народу. Это было важно для вас, чтобы евреи узнали, как вы относитесь к евреям. То есть наша цель – изменить отношение евреев к нам, к христианам. Мы знаем, что мы заслуживаем плохого отношения за плохую историю, но вот наши добрые дела, мы хотим, чтобы они изменили к нам отношение. По окончанию просмотра между молодежными представителями режиссерам состоялось небольшое обсуждение фильма. Но Любавичи – это прежде всего из-за того, что там был установлен мемориал, из-за того, что он был установлен протестантами. Потому что, когда евреи ставят мемориал, это естественно. Иначе и быть не может. И слава богу, что они действительно ставятся во многих местах, в разных странах бывшего Советского Союза. Для увековечения того, что было. А вот мемориал, на который собирают деньги христиане, веруя в то, что надо отдать дань жертвам Холокоста, это, на мой взгляд, особенность. И поэтому из всего, что я мог выбрать в центральном регионе Холокоста, я выбрал Любавичи. В ходе вечера звучали стихи и музыкальные произведения, передающие все боли и скорбь еврейского народа. А в завершении прозвучал гимн Израиля, который был подхвачен всем залом и исполнен в едином духе. Информационное бюро «Спектр». Специально для Протестант ТВ. Москва. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok